В сегодняшнем видео, друзья, я вам расскажу, чем запросто, элементарно можно угробить самшит. Вот такой кустик самшита растет у нас у подъезда нашей многоэтажки. Наконец-то он начал отходить, хотя везде в городе уже давным-давно самшиты давали прирост. Наш, находясь в состоянии шока, стресса, вот он все думал. Я уже так переживала, смотрю, что, видите, какая значительная часть листвы просто пропала, потому что это не просто пожелтели листочки, там и стебли все, на которых держатся эти листочки, они сухие. Вот только, слава Богу, в центре куста зеленушка сохраняется. В общем, стресс был такой для него капитальный. Чем был вызван этот стресс, расскажу чуть позже. А сначала, вот давайте попробуем изучить, в каком же состоянии он вышел у нас после зимовки. Как видите, друзья, у него такой леопардовый принт. Часть веток, вот вся верхушка, это нормальные ветви, которые дают прирост. А вот эта лицевая, нижняя часть, она вся желтая. Это не просто желтые листочки. Там и веточки, некоторые до 80%, они полностью сухие. Хотя осенью это был прекрасный зеленый кустик, на котором нельзя было увидеть ни одного пожелтевшего листочка. Скорее всего, друзья, вы подумали, зима в этом году была лютая, необычно, суровая даже для южных регионов. А самшит, как известно, растение не шибко морозостойкое, вот и подмерз. Но вас не удивляет, что часть, которая находилась в снегу, желтая, а верхушка, которая, казалось бы, должна была в первую очередь как раз вымерзнуть, она зеленая и прекрасно развивается. Вот я сейчас специально в круговую его обхожу, чтобы вы увидели, как в целом выглядит вот этот куст. Вот видите, листья и частично даже целые ветви пропали только со стороны дороги, а с тыльной стороны совершенно нормальный вид. И самое главное, так как он у меня под наблюдением находится круглый год, я точно знаю, что зимой как раз со стороны дороги на нем была такая существенная гора снега. То есть подмерзнуть эти ветки, ну никак не могли. Спеклись на солнце, тоже вариант не подходит, потому что прироста на момент пожелтения еще не было. Да и солнце этой весной, она у нас такая затяжная, поздняя, холодная, солнца мы еще практически не видели. Температура поднималась там до 22 градусов буквально пару-тройку дней. В общем, я сперва прямо голову сломала, думаю, ну что же с тобой произошло? И наконец-то меня осенило. Главная причина это наш дворник. Дело в том, что он не очень тщательно убирал снег, хоть у нас его там и немного было этой зимой. Его затаптывали, потом он подтаивал, потом замерзал. В общем, гололедица была жуткая. И он взял и просто-напросто щедро посыпал вот такую полоску как раз возле клумб для того, чтобы один человек мог по этой полоске пройти с солью. Не удержалась, друзья, такая шикарная мелиса и мята так пахнут. А потом спустя какое-то время взял и вот этот слой снега вместе с солью навалил на часть куста самшита. Вот как раз четко видно, где этот сугроб находился. Перечитала информацию о самшите и практически во всех источниках подчеркивалось, что самшит не переносит засоленных почв. То есть, если свеклу подлить солевым раствором, она только слаще станет, то самшит можно запросто убить. Для него соль это действительно белая смерть. Вот так, друзья, оказывается такое прекрасное растение для озеленения клумб нельзя сажать в тех местах, где посыпают дороги солью и потом с этих дорог убирают всю эту соль вместе со снегом на клумбы. Имейте это в виду. А с дворником работу я уже провела. Он уже теперь грамотный у нас, потому в следующую зиму, я думаю, что такого больше не повторится. А этот кустик нарастет, ну и пусть такой уже будет, потому что выстригать, если вот эти все ветки сухие, то вид у него будет уж очень негармоничный. Пусть остается при этом леопардовом принте.